Сегодня мы говорим про отношения. Любимая тема. Вопрос первый. Как и каким образом отношения формируют человека? Какие отношения были, я бы сказал, с рождения у человека, формируют его, сейчас будет жуткая тавтология, отношения к отношениям, когда он взрослый. О чем идет речь? Если у него благополучная психологическая семья, где все любят себя и друг друга, то все хорошо. Он счастлив, он вступает в здоровые отношения с другими людьми, и все у него замечательно. Но, к сожалению, у большинства людей семьи не такие благополучные. Какие-нибудь агрессивные папы, какие-то странные родственники и вообще какие-то не очень здоровые отношения. Вообще большинство претензий людей к жизни – это в основном претензии к родителям. Хотя, честно говоря, они в этом не совсем виноваты, они ведь тоже живые люди со своими тараканами. Еще раз, простите эту тавтологию, к отношениям у человека формируется в раннем детстве его окружение. Еще любопытная деталь, раз уж мы про отношения говорим. Дело вот какое. Есть люди, которые могут жить в отношениях, могут жить без отношений. Они и так себя хорошо чувствуют, и так. Но огромное количество людей, которым не хватало в детстве родителей, без отношения вообще не живут. Они прозябают, они считают секунды, минуты и часы, как, знаете, наркоманы, которые бросили пить, когда у них в последний раз были отношения. Они очень страдают, что у них никого нету. Они вспоминают и живут воспоминаниями о том, какие у них были отношения. Они готовы на черт знает что просто с полными уродами встречаться, но чтобы у них только были отношения. Вот такая интересная история. Друзья мои, возникает вопрос, а что такое нормальные отношения и ненормальные отношения, здоровые отношения и нездоровые отношения? Это очень просто. Вам или в этих отношениях хорошо и комфортно, не могу сказать, что прям должны быть счастливы всю дорогу, но вам хорошо. Или, вот как только начинается или и но, вот тут начинаются невротические отношения. А вот эти все перверзные абьюзеры, нарциссы, непонятно, есть у тебя отношения, нет у тебя отношений, любят тебя, не любят, звонят, не звонят, вы живете вместе, вы не живете, вы расстаетесь, скандалы, конфликты вас опускают, вас обесценивают и так далее. Вот это все мы сливаем понятия невротические, ненормальные отношения. И здесь тоже любопытный аспект. Для того, чтобы у тебя были нормальные отношения с другими людьми, у тебя должно быть вначале здоровое отношение к себе. Что это значит? Это то, о чем мы говорили раньше. Ты должен себя принимать, свою внешность, свой возраст. Помните, у нас был об этом разговор. Ты должен жить с собой в гармонии, ты должен быть доволен своей жизнью. А давайте сейчас вернемся к самому началу нашего аудита. Своей едой, своей одеждой, своим домом, своим окружением, людьми и так далее. Вот когда у тебя с этим все в порядке и нет проблем, ты доволен миром, который тебя окружает, и своей жизнью, тогда у тебя есть шанс иметь с нормальными людьми нормальные отношения. Но, к сожалению, как мы знаем, у большинства людей это тоже не происходит. Они недовольны собой, они недовольны своей жизнью. Поэтому отношения у них, к сожалению, такие же ущербные и невротические. Вот так это работает. И тут возникает интересный вопрос. Давайте назовем этих людей жертвами отношений. Когда люди жалуются, этот урод, этот козел, этот идиот, этот садист, этот абьюзер. Тут возникает вопрос, а что здесь первично? Их отношение ко мне или мое отношение к ним? Честно говоря, первично ваше отношение к себе. Потому что, если вы себя цените и уважаете, вы никогда не пойдете на компромисс в отношениях. Вы всегда будете соскакивать, как только вам будет неприятно, привет третьему правилу. Поэтому первично в этой связке отношение твое к человеку, а не его к тебе. Почему? Этот человек может и относиться как угодно. Он такой, какой он есть. А вот примешь ли ты эти отношения, примешь ли ты абьюз, примешь ли ты критику в свой адрес, обесценивание и так далее, что это от тебя зависит. Ты можешь не принимать, ты можешь не вступать в отношения. Ты можешь порвать отношения с человеком, с которым тебе плохо. Это же твой выбор. Это первично. Многие люди спрашивают, а как же я могу жить и делать то, что я хочу, если у меня есть обязательства? Смотрите, обязательства должны стать потребностью. Например, у вас есть дети, и понятно, как бы вы не хотели жить, как вы хотите, вам придется учитывать, что вы тут не одни, а детям нужно, если они совсем маленькие, вставать ночью, кормить, а если они даже побольше, неважно, и надо зарабатывать деньги, чтобы было чем их кормить и так далее. Обязательство ли это? Нет. Когда вы думали, что у вас будут дети, и вы хотели детей, вы знали, на что вы шли, получается, что у здорового человека картина мира следующая. Я хочу детей, я люблю детей, и то, что меня ожидает, когда они появятся, меня вообще не напрягает. Я готов работать, я готов вставать ночью и так далее. Но, к сожалению, так тоже получается не всегда. Во-первых, некоторые беременеют по залету, извините. Они, собственно, не собирались иметь детей. Во-вторых, даже те, кто собирались, оказались не готовы к тому, что придется чем-то жертвовать и так далее. Для того, чтобы устранить эту проблему, особенно если у вас еще нет детей, или у вас уже есть дети, но вы как не можете вот свести концы с концами, помните, иметь детей ваш выбор, и все, что с этим связано, тоже ваш выбор. У вас была потребность, чтобы у вас были дети, а еще у вас есть потребность за ними ухаживать. Многие люди просто боятся лезть в эти отношения, что-то копать в них, потому что они, знаете, что боятся? Что они такое раскопают, что придется им как-то потом с этим жить. Может быть, даже отказаться от отношений с людьми. Друзья мои, как поет Пресняков-младший, лучше ласковой лжи, беспощадная правда. Так как вы об этом думаете, у вас эта проблема, во-первых, уже есть, и она вызывает у вас чувство тревоги. И на чем бы вы так не формулировали свою проблему? Значит, вы подозреваете, что все негладко, вы подозреваете, что не все так чисто. Я вам так скажу, человек сильный, который готов преодолеть, будет знать правду, и потому что он с этой правдой сможет жить, он, кстати, с этой правдой может разобраться. Один с психологом, но сможет. А когда человек туда даже не лезет, чтобы потом не расстраиваться, то он и так расстроенный. Почему? А он думает об этом. Он уже подозревает, что там все плохо. Вот у многих людей возникает очень интересная проблема. Человек головой уже начинает понимать, что ему надо валить из этих отношений. Но эмоционально он не может оттуда свалить, потому что, как он считает, он настолько завис, настолько погряз, и вообще находится в зависимости, что не в силах это преодолеть. Что в этой ситуации делать? Первое и самое важное. Как я люблю говорить, перестаньте всякое дерьмо называть любовью. Дело в том, что если вы человека любите, и вы здоровый человек, и у вас здоровые отношения, конечно, вы расстроитесь, поплачете, ну, для приличия. Но человека отпустите. Еще хочу сказать, что здоровые люди любят только тех, кто любит их. Люди, которые их не любят, у них никаких чувств не вызывает. А у вас вызывает, да? Второе, что вы должны сказать, что вы зависимый. Признать себе, что да, есть проблема, как с курением, как с алкоголем, как с наркотиками. Есть любовная зависимость, адреналиновая зависимость. Есть зависимость от отношений. Как я уже говорил раньше, когда ребенку не хватало родителей в детстве, то, скорее всего, он будет зависимый. Когда вы признаете, что у вас не то, что вселенская любовь, вы оттуда выйти не можете, а вы обычный наркоман, к сожалению, который присел на эти отношения и не может оттуда соскочить. 90% успеха у вас уже есть. Вам будет гораздо проще, признав зависимость свою от отношений, оттуда выйти. Второе, обязательно возьмите себе психолога, который будет вас поддерживать, потому что сначала у вас, как у любого наркомана, начнется ломка. Как только вы начнете соскакивать, первое, что вы обнаружите, жуткую пустоту и нехватку человека. И вот знаете, в кино это очень любят. Я ему позвоню, я ему напишу, я ему скажу. Это от чего берется? От того, что вы у вас как бы наркотик убрали, да, а вам дальше хочется, а его нет. Вы пытаетесь вернуться обратно. Это нормальная стадия. Если вы добросовестно отнесетесь к этой ситуации как терапия, вы очень быстро избавитесь от зависимости. Кстати, не только от этого человека, а от зависимости вообще, потому что это не нужно нашей жизни совсем. Лучше быть независимым. У многих из нас очень некрасивые, ненормальные, болезненные отношения с близкими людьми. Кстати, в первую очередь именно с родственниками, с родителями, братьями, с сестрами, с детьми. Что нужно сделать, чтобы эти отношения улучшить? Многие люди пытаются, ну, как-то начать по-другому общаться. Не-не-нет, не с этого надо начинать. Начинать надо вот с этого. Когда вы переведете в порядок свою голову, свои мозги, свою психику, ваши отношения сами по себе будут налаживаться. Чем у вас здоровее ваша психика, чем вы адекватнее, тем лучше ваши отношения. Не надо пытаться других людей под себя переделывать, изменять что-то, ну, чисто вот практически. Надо разобраться с головой. Например, ответить на вопросы, почему у меня такие отношения, что с ними не так, что я могу изменить, что я могу изменить в себе. И когда вы себя поменяете, поменяется ваше отношение. У меня так было. Михаил, ситуация, расстался с девушкой, по своей инициативе врала, общалась с бывшим. Не общаемся два с половиной месяца, но постоянно раз в 500 захожу в соцсети и смотрю, когда захотела в сети или что публикует. Мне 30 лет, доход больше 800 тысяч. Так себя измотал, что думаю только об этом. Понимаю, что надо остановиться, но продолжаю делать. Как это прекратить делать самостоятельно? И я понимаю, что у меня, видимо, невроз. Верно ли это? И как это лечить? У вас невроз. Лечить медикаментозное мы его не будем. Это не болезнь. Вы психически здоровый человек. Невроз – это такие, знаете, нарушения поведенческого характера, а не психопатология. Я вам объясню, в чем там дело. У вас такая же, как я сегодня рассказываю, абсолютно наркоманская зависимость от вашей девушки. Но тут в этот наркотик надо еще внести одну нотку другого наркотика. Дело в том, что когда девушка о вас ноги вытерла, так как вы это чувствуете, она вас обманывает, она с бывшим переписывается и так далее, то она вас еще опускает с точки зрения вашего самолюбия. И вот тут вы без сатисфакции, то есть вы расстались, а нету девушки. Вам бы вернуть это самолюбие обратно, то есть вас как бы, ну, в каком-то смысле унизили, потому что она с вами очень плохо поступила. И вы это переживаете. Но никто не валяется в ногах, никто не просит прощения, никто не говорит, прости меня, иначе я умру и так далее. Чтобы вам могло помочь, хотя если вы вообще подвержены таким проблемам, то вы наоборот будете хотеть, чтобы это дальше продолжалось. Вот такая, знаете, извращенная немного история, но об этом как-нибудь в другой программе про неврозы. И получается, что вы, как сказать, вот с этой открытой раной, с точки зрения самолюбия, с ней расстались. И все, что вы говорите, все, что вы думаете, ну, вот такая ситуация, она так со мной поступила, и все. Не было продолжения, не было сатисфакции никакой. И ваши мысли, и ваши эмоции, ваши переживания по поводу того, что было, они про это. Как со мной так можно было поступить, что я такого, почему со мной и так далее. Что я хочу вам сказать, и не только вам, а всем, кто сейчас меня смотрит. Берите ручки, если вам надо, я буду говорить медленно, но важно. Первое, что поможет всем, кто оказался в подобной ситуации, перестаньте играть в любовь. С точки зрения здоровых чувств, любовь это что-то, что приносит вам счастье, радость и удовольствие. Без всяких но. Вот просто вы счастливы и точка. Как только вы не очень счастливы и никакая не точка, а там целый букет проблем, то вы сразу попадаете в разряд не любящих людей, а зависимых людей. Иначе вам придется сказать, что любой алкоголик, любой наркоман, он же тоже говорит, ну, я когда выпью, меня отпускает. Когда я уколюсь, меня отпускает. Когда я понюхаю, меня отпускает. Он забывает вам сказать, что потом со временем у него отпускает на 5 минут, а ломка остальные 23 часа 55 минут продолжается. И у него жуткое состояние, депрессия и так далее. И чем больше он в этой наркомании находится, тем меньше у него та фаза, где его, как он выражается, отпускает. И больше та, где все это еще его угнетает. И так до самой смерти. Поэтому из-за того, что вот вы испытываете такую зависимость, друзья мои, не любовь, не надо говорить снова любовь, а именно зависимость, вы и страдаете. Но это целая психика, я об этом много раз рассказывал, я об этом писал. Я сказал в свое время, что любовь это ваше переживание по поводу ваших родителей в вашем детстве. Вот те чувства, которые вы испытывали, будучи ребенком, они продолжаются всю жизнь. И когда вы вдруг на кого-то влюбляетесь, скроете с кем-то отношения, то с точки зрения вашего эмоционального фона, то, что вы чувствуете, это аналогии того, что вы чувствовали к маме и папе. А мама и папа, друзья мои, мог быть совсем разными людьми. Вот кто может вам был, и не то, что может, а делал вам больно, это ваши родители. Не нарочно, конечно, среди них очень много неадекватных и больных людей, но то, что вы испытали в детстве, те психотравмы, которые вы получили в раннем возрасте, они сформировали ваше, например, страдание, ваша жалость к себе. Вот сейчас прямо, я сейчас обращаюсь к автору этой письма и к остальным, начнем с простых вещей, перестаньте себя жалеть. Вы спросите, а как я могу перестать себя жалеть? Мне себя жалко, а я скажу, как. А возьмите на себя ответственность за ваши отношения. Скажите себе вот что, что я уже видел, что все это дерьмо уже пошло, меня уже обманули, но я, как вы говорите, так прямо любил, что, ну, короче, я не ушел. Вот возьмите хотя бы такую ответственность, что это ваш был выбор, что вы видели, что человек вам не подходит, что вы с ним страдаете, но тем не менее остались с человеком. Это будет честно, и это вам поможет как можно быстрее человека отпустить. Зульфия спрашивает, Михаил, подскажите, как пережить ломку именно в момент расставания, когда совсем плохо в зависимых отношениях? Я думаю, надо подготовиться, как и к разводу. Люди почему-то к свадьбе очень долго готовятся, а к разводу недолго. Иногда вообще не готовятся. Вам надо сказать, что у вас есть права. Во-первых, поговорите сами с собой честно. Во-первых, перестаньте говорить, что вы тут кого-то любите. Никто здесь никого не любит. То есть, с точки зрения психопатологии, просто любовь до гроба. Но с точки зрения здорового понимания любви, любовь не бывает неразделенной, несчастной и так далее. Это хрень собачья. Вы должны понимать, что с точки зрения Всемирной Организации Здравоохранения, влюбленность это психическое временное расстройство. Потому что люди реально теряют разум. Они полностью избавляются от критики. То есть, у них нет отношения к предмету своей любви, что он хороший человек, плохой. И у них вот эта наркозависимость от человека. Но это не вечно. Длится это обычно несколько месяцев проходит. А вот дальше, если вы склонны к зависимости, это будет продолжаться дальше. То есть, вы не в состоянии объяснить почему, но человек очень привязан до патологии. Я вам так скажу, друзья мои. Вы знаете, безо всякой патологии и без любовничков, у вас есть люди, от которых вы психически зависите. Даже будучи нормальными, здоровыми людьми. Знаете, кто это? Это ваши дети и ваши родители. А также ваши родственники, братья и сестры. У вас к ним привязанность и зависимость носят тоже такой, я бы сказал, наркоманский характер. Но, очень часто счастливый, но ваше беспокойство по их поводу и невозможность жить без них, носят такой характер биологически зависимый. Поэтому, если вы хотите понять про этих людей, то перестаньте играть в любовь раз. Подготовьтесь к тому, что вы уходите два. Ходите к психологу, потому что психолог вас поддержит в этот трудный период. А это трудный период. Я только что говорил. Нина спрашивает. Михаил, объясните, вот что со мной происходит. Я дважды была замужем. То есть, не могу сказать, что это были какие-то там очень счастливые отношения. Ну, то есть, поначалу они были счастливые, а потом, конечно, все происходило как по нотам. Все в обратную сторону проигрывалось, и мы разводились. Но у меня были отношения и без замужества. И вот что интересно. Мне всегда казалось, что когда вот мы расходились, когда что-то такое происходило, что это вообще последний шанс в моей жизни, что это вообще мужчина моей мечты. И сейчас я ухожу от человека, которого я никогда больше не встречу. Проходили годы, ну, например, там 2-3 года. И я понимала, что это был такой отстой, что это такая жуть. И я вообще не понимаю, каким образом я, красавица и умница, прекрасная женщина, связалась с таким говном. Вот по-другому назвать это не могу. Смотрю назад и думаю, боже, ну как же я могла страдать вот по этому уроду в жопе ноги. Ничего не могу объяснить сама себе, не понимаю. Но так происходит каждый раз, когда я расстаюсь с человеком, через какое-то время у меня как будто что-то меняется в голове, перещёлкивает, я думаю, боже, ну что ж такое-то. К сожалению, зависимость любовная, а мы сегодня будем к ней, я думаю, не раз возвращаться, она с точки зрения биохимии, с точки зрения гормонов, с точки зрения психофизиологии, абсолютно идентична наркозависимость. Мы сейчас не будем сравнивать, конечно, там героин, кокаин и любовников, да, это не совсем корректно. Но там реально задействованы клетки головного мозга, определённые участки мозга, которые и при наркомании, и при наркозависимости задействованы. Обобщая ваш вопрос и отвечая, у нас сегодня особенно много людей пришло, я скажу вот что, вы сейчас внимательно слушайте. Дело в том, что есть люди склонные к зависимостям, а есть люди не склонные к зависимостям. Больно, тяжело отпускать человека тому, кто вообще склонен к зависимостям. Но ведь вы сами знаете, что зависимости бывают разные. Кто-то курит, кто-то нюхает, кто-то колется, кто-то бухает, а кто-то находится в любовной зависимости. Но у всех этих людей есть одна проблема, а не все склонны к зависимостям. Просто одного выскочила одна в зависимости, а другого другая. Почему я об этом заостряю ваше внимание? Потому что есть люди, не склонные к зависимости. И вы можете изменить свою психику, избавившись от зависимости. Вот такие люди отпускают легко. Во-первых, они пользуются знаменитым... Это не тост, конечно, это изречение Сталина. Сталин сказал, незаменимых у нас нет. Друзья мои, давайте это и считать по поводу мужчин и женщин. У нас нет незаменимых друзей, у нас нет незаменимых любимых людей. Это правда. Здоровый человек говорит себе, конечно, я еще сто раз влюблюсь. Я буду счастлив, у меня будут друзья. Это он говорит после того, что вы кинули старые друзья. У меня будут отношения. У меня будет любовь не такая дерьмовая, как сейчас. Со всякими зависимостями, с обманом, с ложью, с изменами, с враньем. А настоящие нормальные. И это правда. Во-первых, человек так устроен, что он может влюбляться много раз. Возьмем такую интересную вещь, как друзья. Я могу сказать, я к нему уже 60 лет, что у меня в жизни были друзья, которые сплыли. По разным причинам. Одна из интересных причин. Я большей частью жизни был человеком бедным и, в общем-то, лузером, говоря по-русски. Из-за вот этого СДВГ. Но когда я стал вполне себе успешным и нормальным, кто-то из друзей не выдержал. Я с пониманием отношусь, но такого друга у меня больше нет. Дальше. Понятно, что за 60 лет я много раз влюблялся. У меня были романы. Вообще, извините, я был 13 лет все-таки женат. И как, судя по тому, что сейчас я не женат и свободен. Но чем-то это все заканчивалось. Тем, что мы расходились. По разным причинам. Где-то я, где-то меня. И, конечно, вот вы правильно написали. Сейчас, вспоминая какие-то бурные романы. Так человека встретишь, что не каждого, извиняюсь, на улице узнаешь. А не то, что как я умница, красавица могла. Я думаю, так-то и про меня думает. Как я могла с этим уродом жить. Нет, жена меня очень любила. И у меня с ней прекрасные отношения до сих пор. Так вот. Да. Потому что у вас внутри вот этих романов, внутри даже дружба. Бывают друзья тоже, кстати, зависимые. Почти как любовники. Когда один другому не звонит, он начинает сразу кукситься. Ну, короче, есть люди вообще зависимые от отношений. Ну, в глобальном смысле. Надо, чтобы было друзья. Надо, чтобы были компании. Актеры такие. Нарциссы, кстати, такие. Экстраверты такие. Надо, чтобы вокруг них все это двигалось. А если не двигается, они прямо чахнут на глазах. Но из-за того, что я в свое время, вы сейчас, очень долго находились, продолжительное время в отношениях, понимая, что это говно не отношения, что вам не надо с этими людьми продолжать, то вот это вот наркотическое зелье, оно дальше проникает. Это же каждый день, который вы проводите вместе, усугубляет проблему. А потом, когда вы расстаетесь, я хочу сказать еще один момент интересный. Мы его сегодня обсуждать, скорее всего, не будем. Да и писем таких вряд ли будет. Но у многих из вас, друзья мои, есть дети. И вот имейте в виду следующую ситуацию. Бывает так, когда муж с женой живет очень плохо. И у них есть дети. И дети не то, что и видят, а не чувствуют. Вы зря думаете, что если вы там не орете друг на друга, не убиваете друг друга, но у вас такие жуткие отношения, вы ненавидите друг друга, то дети этого не понимают. Они, знаете, что понимают? То, что они чувствуют. Они чувствуют и видят, что мать с отцом не обнимаются, не целуются. Ласку до друга никак не называют. Вообще до друга не обращаются. И дома, знаете, такая звенящая тишина. Очень тревожная. Они не разговаривают друг с другом. Типа они решили при детях отношения не выяснять. Думаю, что все шито-крыто. Не шито и не крыто. И вот, слушайте, что дальше происходит? И когда, в конце концов, они взрываются и расходятся, то, знаете, кому тяжелее всего отпустить эту историю? Ребенку. Ребенок это все чувствовал и понимал. И в какой-то момент, вот такое свойство детской психики, ребенок решил, что это из-за него родители разошлись. Что у него не получилось сохранить их брак. Вы, наверное, много фильмов видели, мелодрам, комедии, где ребенок пытается вернуть отца к матери, там подстраивает всякие такие истории, чтобы они снова сошлись. Но кино это кино, в реальной жизни они из-за этого не сойдутся, конечно. Что им пофигу, ребенок. Так вот, о ком надо подумать, когда после продолжительных вот таких вот болезненных отношений муж с женой расходятся? Это о детях. Вот им реально тяжело отпустить ситуацию. Им реально тяжело. Я вам расскажу сейчас историю. Я ее рассказываю. У нас, когда ко мне обратилась семья, с семилетним ребенком, мы тоже муж с женой, очень долго тянули эту резину, не расходились, еще жили в разных странах. Муж в Америку уехал, жена в России осталась, ребенок мотался между папой и мамой, а дети реально думают, что они плохо живут, потому что дети плохо учатся, мать не слушают, посуду плохо помыли. И они в конце концов разбежались. Их семилетний сын 24 часа в сутки ноет и плачет, рыдает или просто всклипывает носом. И успокоиться не может. Они мне его привели. И он не может принять развод родителей. Вот такая проблема. Это была смешная история, я вам ее расскажу. Я говорю, сколько тебе лет? Он говорит, семь. Я говорю, а ты до школы где был? Он говорит, я до школы был в детском саду. Я говорю, скажи мне, у тебя была какая моя девочка в саду, которая тебе нравилась? Он говорит, да, Маша была. Я говорю, ну, а где Маша сейчас? Он говорит, я не знаю. А сейчас ты в школе учишься? А там есть какая-то девочка, которая тебе нравится? Он говорит, Лена. Даже, а Маша как? Он говорит, вы меня не слушаете, Это в детском саду было, а я сейчас в школе учусь. Я не знаю, где Маша. Я говорю, ну подожди, она же тебе нравилась? Ну, нравилась. Ну, сейчас я в школе, там, Лена. Я говорю, тебе 7 лет, 7. Я правильно понимаю, что в 7 лет уже, я хотел сказать, второй бабы меняешь, но сказал девочку. А мать с отцом не могут жить, как они хотят, потому что ты плачешь все время? А им ведь не 7 лет. И они прожили много. А ты только перешел из сада в школу, и у тебя вторая зазноба уже появилась. Нормально вообще? У него быстро, я вам не шучу, честно говорю, высохли глаза. Он встал, сказал, все, все, все. Я понял. Вышел к родителям, сказал, все. Я понял, типа, больше не плачу. Но это был не конец рассказа. Он опять вернулся. У него был еще один вопрос. Он сказал, он к отцу в Америку ездил, и они хоронили, ну, его дядю, брата папиного. И он застал, ну, в каком-то городе, и дядя жил, короче, после кладбища они пошли в гостиницу, и он, короче, застал своего папу с какой-то тетей голыми. И спрашивает меня, а как так? Дядя умер, а папа с тетей целуются ночью в постели. Я говорю, тебя когда обижают, ты что делаешь? Он говорит, я к маме иду, она меня жалеет. Говорю, вот. А папе некому пойти. Спасибо этой доброй женщине, что она твоего папа пожалела. Беги. Вот такая была веселая история. Поэтому думайте, когда вы расходитесь, что больнее всего, тяжелее всего, конечно, отпустить вас, вашим детям. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok